Девушки отдыхают... 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 Тридцать четыре, Галка Мальзавр, для Астраспорта. Тридцать восемь, Семкин, Востиславов. Тридцать пять, Розовас, Мастор Спорт. Шестьдесят шесть, Максимов Тимофей, для Астраспорта. Шестьдесят пять, Семьков, Митар, для Астраспорта. Семьдесят семь, Семьер, Астраспорта. Главный командир Кольцов, Бандар. Тридцать командир Кольцов, Магавр, для Астраспорта. Матч суден. Дельфедерация ГОБО России, Глаза Слава, главный Косторг Митин. Дельфедерация ГОБО России, Чуркин Никитов, главный Косторг. Делегация ГОБО России, Чернехан Игорь Анатольевич, главный Косторг. Уважаемые зрители, участие в сраме. Восполняется Государство Ген Российской Федерации. Прошу всех встать. Россия, священная наша гражданка, Россия, любимая наша гражданка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем прямую трансляцию повторного, второго поединка Между командами Динамо Орби Отех, Зенит Ор номер один. Молодежная лига или первенство России среди команд молодежного застава. Вчера хозяева площадки одержали победу, но об этом чуть позже. Сначала давайте вслед за ведущим, по традиции, состава играющих сегодня команд. Наши гости. Зенит Ор номер один Санкт-Петербург. Футболки голубые. Итак, номер один галкипер Максим Кучинский. Двенадцатый галкипер Дмитрий Маликов. Пятнадцатый Семен Рамзаев. Шестнадцатый галкипер Кирилл Дорошенко. Двадцать первый Артем Костюченко. Двадцать третий Сергей Скалобан. Двадцать седьмой Кирилл Шмонов. Двадцать восьмой Виталий Петров. Двадцать девятый Макар Дебелый. Тридцатый Дмитрий Пирожков. Тридцать второй Всеволод Мачула. Тридцать третий Никита Вересков. Тридцать девятый Алексей Соколов. Тридцать семьдесят второй Всеволод Павлюченков. И девяносто девятый Вячеслав Елизаров. Главный тренер Ильяс Гасанов. И тренер мастер спорта Эльдар Насыров. Хозяева площадки Динамо Орбиотех. Они же дублеры Каустика или молодежка Каустика. Все подходит, все будет правильно. Они сегодня в белой форме. Итак, номер два Данила Катрян. Третий Константин Кудинов. Восьмой Дамир Мухаммедов. Девятый Сергей Палащенко. Десятый Егор Кривов. Семнадцатый капитан команды Дмитрий Шубин. Девятнадцатый Владислав Глушенко. Двадцать первый галкипер Глеб Великанов. Двадцать седьмой Сергей Винничук. Тридцать третий галкипер Игорь Дубин. Тридцать четвертый Александр Галкин. Тридцать восьмой Ростислав Семкин. Пятьдесят пятый Семен Арзамасов. Шестьдесят шестой Тимофей Максимов. Шестьдесят девятый Никита Светлов. И семьдесят седьмой Мирослав Земляной. Главный тренер команды Богдан Кольцов. И тренер мастер спорта Николай Сорокин. Капитан команды наших гостей Никита Вересков. Тридцать третий номер. Итак, кто смотрел игру вчера, я думаю, получили такое гандбольное наслаждение. Первый тайм был явным преимуществом хозяев площадки. Во втором питерская команда кардинально поменялась. Забегала, забегала агрессивно, по-спортивному агрессивно. Начала обстреливать наши ворота. Ну и настреляла так, что проигрывая минус семь, там где-то, может, по-моему, даже и минус восемь, я точно. Но это не важно, да. Зенитовцы сумели, практически сумели догнать, сравнять. Держали там дистанцию минус один, минус два. Но победу или даже ничью добыть не сумели. 37-35 они уступили. И сегодня полны решимости взять реванш. Но наша команда полна решимости взять еще два очка. Пермские медведи Академия лидеры турнира вчера выиграли в Астрахани. У нас Данила Катрян открывает счет. И по-прежнему разница между первым и вторым местом три очка. На первом месте Пермские медведи Академии. На втором месте наша команда «Динамор», «Биотех», «Волгоград». Я думаю, это и у той, и у той команды главная цель сезона стать чемпионами лиги. И поэтому, я думаю, борьба развернется именно между пермиками и волгоградцами. Ну, я думаю, было бы, конечно, интереснее, если бы еще и вмешались. Вмешали Астрахань, Краснодар, да кто угодно. Когда интрига всегда интереснее, намного. Молодежка, вообще игры молодежной команды проходят не менее зрелищно, чем основной. Здесь, конечно, гораздо больше ошибок допускают. Здесь все-таки парни только, ну, не только, они по сути учатся. Еще играть в большой, такой красивый, хороший гандбол. Наша «Скала» в воротах Глеб Великанов с первых минут начинает творить чудеса и будет творить всю игру. Но также стоит отметить по вчерашней игре голкипера наших соперников Дмитрия Маликова. Вот он сейчас в воротах и... Тоже сейв. Очень много вчера вытащил. Как я вчера говорил, да, полный тезка и с известным попсовым исполнителем. Там Костя Кудинов забивает второй. Мяч 2-0 в третьей минуте. Третья минута началась. Так вот, в молодежке игры проходят. И я и вчера говорил, конечно, жалко, что вот очень в будние дни, в такое раннее время ставят игры. Тем более, вот следующий. У нас четверг-пятница, у нас игры принципиальный соперник. В принципе, как и «Зенит» принципиальный, но он будет еще принципиальней. Пермские медведи Академия. И надо просто постараться очень и очень одержать в обоих играх победы и выйти на первое место. Это будет сделать сложно, но очень и очень возможно. Первый мяч забрасывает «Зенит». Виталий Петров. 28-й номер отличился. Распечатал ворота Глеба Великанова. И атака нашей команды. Ну, вот у нас усиление. Как раз вот эти вот три парня сейчас. Глушенко, Палащенко и вот Арзамасов, 55-й номер. И по возрасту еще. Имеют право играть за молодежку. Но это уже, можно сказать, твердые игроки основной команды. И потери. Ну, твердые игроки основной команды таких ошибок совершать не должны. Несмотря на возраст. Вот, пожалуйста. Цена ошибки, которая потеря. Артем Костюченко перехватил, убежал и счет сравнял. 2-2. Всему виной цена одной ошибки. Одной неточной передачи. Поэтому надо внимательнее. И, понятное дело, что, как я сказал, молодежки, ребята еще больше учатся играть. Готовится к большой, так, будущей карьере. Ну, я надеюсь, что у всех она срастется. Семен Арзамасов не попал в ворота. Поэтому ошибок здесь, конечно, немало. Но детские здесь тоже не прощаются. Артем Костюченко. Впервые вывел зенитовцев вперед. Причем не только впервые в этой игре. Если взять еще и вчерашнюю игру. 2-3. Никита Светлов появился на площадке. А также Сергей Винничук, Дмитрий Шубин, Мирослав Земляной, Данила Катриан. И Константин Кудинов в центре. Вот он, Шубин, капитан команды. Светлов, Шубин, Винничук. Сергей Винничук один из самых результативных в этом сезоне игроков. Аплодисменты Дмитрию Маликову. Галкипер у питерцев. Наши побежали обороняться. И не увидели, что мяч останется у нас. Из аута ведет Мирослав Земляной. И атака продолжается. Ну вот у нас оживились сразу болельщики. Вчера первый тайм они, конечно, покрикивали, но был очень результативный тайм, но какой-то спокойный. Мирослав Земляной завершил усилие партнеров 3-3. Сегодня после игры мы обязательно пообщаемся с Мирославом Земляным. Ну, кого-то еще из наших ребят выберем. Ну, я надеюсь, не откажет в интервью кто-нибудь из питерской команды. Все-таки, я думаю, интересно, учитывая, что не так много, это упрек всем пресс-службам, не так много освещается молодежка. Пишут результаты и все, и до свидания. Ну, здесь тоже очень интересно. А у нас горчичник кто? Константин Кудинов, по-моему, получил. И снова «Зенит» вышел вперед. 28-й номер Виталий Петров. 4-3. Впереди питерцы. И атака нашей команды. Земляной Светлов, Кудинов. Прошлый сезон, кто помнит, первую игру мы тоже выиграли, а то второй. И было очень и очень тяжело. И вырвали ничью буквально на последних секундах. Там секунд пять, наверное, оставалось. Я помню, семь секунд было, когда была атака на наши ворота. Отбивал Игорь Дубин. Отбил мяч, подхватил Костя Кудинов. Убежал, там, будет, и несколько секунд ему хватило, чтобы сравнять счет. Здорово обороняются гости. И потеря у нашей команды, и «Зенитовцы» свою атаку начинают. Никита Вересков меняется. С Артемом Костюченко. Петров Виталий с мячом. Елизаров с Колобан Костюченко. Петров снова Костюченко. Ну, Артем, кстати, вчера набросал нам немало. И браво, Глеб Великанов. Ну, там удаление, возможно, будет. Не знаю, я работаю без монитора, смотрю издалека, поэтому... Да, да. Удаление. Мирослав Земляной. Отправится отдохнуть. Хотя вряд ли еще он успел устать. Всего восьмая минута игры. Но отдохнуть придется. Вынуждено. Две минуты. Получил штраф. Артем Костюченко будет бросать пенальти в наши ворота. Против него Глеб Великанов. И победителем в этой дуэли выходит 21-й номер питерской команды. 5-3 плюс 2 выигрывает Ленинград. Санкт-Петербург. Итак, ворота у нас пустые, как я и вчера, и всегда и буду дальше говорить. Здесь цена ошибки очень велика. Это как раз та ситуация, когда забить может вратарь. Наши вратари забивали немало. Забивал Никита Михайлов, забивал Глеб Великанов и Игорь Дубин забивал. Вот не помню, Дима Черномашенцев забивал или нет. Но я думаю, забьет в ближайшем будущем. Учитывая, что он вернул себе звание специалиста по пенальти. Ну, Дима это игрок основной команды. Вот как и вчера мы тоже все штанги обстучали. Так и сегодня первый раз проверили штангу на прочность. Ну, пыль немного, наверное, с нее смахнули, чтобы не застаивалось. Но мяч не забили. 5-3 выигрывают гости. Ну, и как говорит наш легендарнейший тренер Сергей Олегович Топилин, вторую игру всегда выиграть сложнее. Всегда. Даже если соперник не самый сильный. Сегодня соперник сильный. И вот он ведет плюс 3. Очень серьезные, видимо, коррективы. Серьезную работу провел со своими ребятами Ильяс Гасанов. И они побежали вперед с первых минут. И, пожалуйста, счет 6-3. Они вчера всю игру фактически вот с такой разницей были в роли догоняющих. Сегодня они ведут. Светлов, Палащенко и переход хода, как говорит известный телеведущий. Затянули атаку и мяч сопернику. Десятая минута. 6-3. Не в нашу пользу. Костюченко, Петров. Снова Костюченко. Опять Петров. Ну, классный бросок, но не менее классный сейф Глеба Великанова. Аплодисменты обоим. Молодцы. Ну, естественно, нас радуемся за нашего голкипера. Глеб Великанов, в принципе, ну, в каждой игре он один из лучших. Если не лучший в составе нашей команды. Этот парень уже двумя руками, двумя ногами стучится в дверь основной команды. И в последний сезон он выступает в молодежке. И, я думаю, такой голкипер, как Глеб, он не дополнит, он усилит основную команду. Сергей Палащенко и снова не везет. Вообще такая небольшая голевая засуха у нашей команды случилась. Сколько мы уже минуты 3-4, а может и 5 забить не можем. И удаление. Алексей Соколов получил 2 минуты и пенальти. Теперь ворота питерской команды. Ростислав Семкин побежал бросать. Вчера он тоже бросил пенальти. Ну, парень после серьезной травмы, он так постепенно, постепенно подходит. Получает немного времени. Конечно, ему до идеальной формы еще тренироваться и играть и долго, и много. Ну, браво, Максим Кучинский. Хотя Ростислав как-то бесхитростно бросил. То есть читаемо было для галкипера. Такие броски несложные. Это как футбольные пенальти просто взять и щечкой катнуть. И там вратарь успеет добежать, даже если будет падать в другую сторону. Пенальти надо посильнее. Пенальти надо выстреливать. Вересков, Костюченко, Петров. Потеряли. Да, Сергей Винничук. Бросай, Серега. Ну, вот цена ошибки как раз сработала при удалении. Вратарь сел на лавку ради лишнего полевого игрока. Ошиблись, потеряли и получили гол в свои ворота. Сергей Винничук. 4-6. В пользу... Сине-бело-голубых. Ну, такие цвета у Зенита. Хотя, если вот сейчас судить по форме у них, синие трусы, голубые футболки, ну, цвета волгоградского ротора. Сине-голубые. Ну, чем-то схожесть есть. Сине-бело-голубые и цвета Зенита. Ну, о футболе мы поговорим потом. Во вне гандбольное время. А у нас Сергей Винничук. Получает две минуты. И пенальти в наши ворота. Снова Артем Костюченко против Глеба Великанова. Очень легко забросил. И минус три для хозяев площадки. Ну, где-то, наверное, может и неожиданно для них самих. Ну, вчера весь первый тайм спал Зенит. Наши забрасывали. Сегодня пока наши больше спят. И ошибка. Сергей Палащенко ошибка. Вот, Сергей, я говорил. Ты твердый игрок основы. Тебе их допускать как-то не совсем простительно, если на то пошло. Ну, там уронили откровенно. Никита Вересков. Сергея Палащенко уронил. И атака нашей команды продолжится. Ввели мяч в игру. Палащенко. Что сделает? Делает передачу на Кудинова. Костя в ворота. 5-7. Четырнадцатая минута матча. Чем ответят питерцы? Они также ответили заброшенным мячом. Это Вячеслав Елизаров. Интересный номер себе выбрал. Девяносто девятый. Вячеслав. Чуть меньше полминуты мы еще будем в меньшинстве. Продолжает отбывать двухминутную дисквалификацию Сергей Винничук на скамейке запасных, которая на две минуты стала для него скамейкой штрафников. Светлов. Палащенко. Катриан. Нет, не дают Даниле выйти на ударную позицию. Это Сергей Палащенко. А Сергей Ворота. 6-8. Дорогие друзья, ну, давайте так по традиции я покину вас где-то минут на пять. Сегодня я взял с собой фотоаппарат. Помощников у меня, к сожалению, нету. Точнее, помощница одна есть, но вот время ранее, она учится в школе. Поэтому все приходится делать самому. Оббегу я вокруг площадки, сделаю для ребят фотографии. Что-то потом выберите, что получится. Вечером альбом залью. Ну, как говорят телевизионщики, посмотрите пять минут ганбол на лайфе. Я скоро вернусь. Все, 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 все. Продолжение следует... 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 Ну вот у нас болельщики здесь кричат Волгоград вперед Ну это голос одного из самых преданных болельщиков Не только нашей молодежки Каустика Также и на Динамо женское и на Ротор постоянно посещает Это наш уважаемый Валерий Мартиросян Автор нескольких книг о волгоградском спорте Огромный ему респект Всегда здесь на всех матчах Ну практически на всех И молодежной основной команды 27-25, 23-я минута Александр Галкин я смотрю появился Это игрок юниорской сборной России Светлов Винничук Светлов Никита Светлов Он просто захотел порвать сетку в этот раз Сетку не порвал, мяч забил 28-25, 23-я минута Гости идут вперед Костюченко Петров Соколов Обороняется наша команда Петров, Соколов, Костюченко Но Артем Костюченко сегодня я статистику не смотрю Но наверное самый результативный В составе наших гостей И там Глеб Великанов Глеб Скала Великанов Глушенко Ну и аплодисменты Дмитрию Маликову Он сейчас ценой своей головы Своего лица Грубейшее нарушение со стороны Влада Глушенко Понятное дело Это не специально Это Игровой момент Но Две минуты Он свои за это Получит Ну Дмитрий Маликов Уже сегодня не первый раз Получает мяч В лицо Понятное дело Я слышу Болевщики Это игра Это игра Но это нарушение А нарушение Карается штрафом Две минуты штрафа Влад Глушенко Получи Тут Как говорится И не обсуждается дальше Но Дмитрию Маликову Респект Вчера спасал свою команду Сегодня много спасал Но я говорю Ценой Получения лицом в мяч Дважды уже за игру Отквитали гости Это Вячеслав Елизаров 28-26 Минус 2 для Питера Плюс 2 для Волгограда И у нас на одного меньше Тимофей Максимов появился на площадке Вчера он в заявке Не был Но сегодня он вместо Сергея Василенко В заявке Светлов Тоже игрок юниорской сборной Галкин И вот такая Нелепая потеря Атака не реализована Еще минуту мы будем в меньшинстве В атаку идут Зенитовцы Вересков Костюченко Петров Ну перемудрил Наверное все-таки Макар Дебелый Лишнего Там можно было Спокойно катнуть Мяч Катнуть в угол Как это часто делал Артем Костюченко Ну видимо захотел забить эффектно И эффектно атаку Своих партнеров Не завершил Хозяева идут вперед Катриан Винничук Ворота пустые Внимательно Цена ошибки Велика Велика с пропущенным мячом Глеб Великанов возвращается В рамку 20 секунд Мы еще в меньшинстве Там очень неудобно было Никите Светлова бросать Могла получиться Атака Но Не поймал мяч Севолод Павлюченко Все принципе правильно задумывал Задумывали Питерцы 5 минут до конца Кульминация дорогие друзья 5 минут до конца 28-26 Впереди Хозяева Они в полном составе Отсидел свои 2 минуты Влад Глушенко И хозяева идут вперед Винничук Палащенко Винничук И потерял Сергей мяч Ну Свисток арбитра В нашу пользу Мяч останется у нас Арзамасов Палащенко С ним Семен Рамзаев Идет борьбу Ведет Свистка арбитра Винничук Там рикошет был От руки защитника И мяч естественно Потерял скорость Там такие Такие Дмитрий Маликов Не пропускает Это он показал Еще вчера И все вот Павлюченко Все-таки добился Своего Забросил мяч 28-27 Разница в один мяч Всего один мяч Палащенко Арзамасов Ну надо постараться Ребятки Надо постараться Либо вырвать на зубах Либо проиграть Свисток арбитра Но атака Наши команды продолжается Палащенко Глушенко На Палащенко Серега А он ворота Красавец 29-27 Чем ответит Питер Костюченко На Петрова Тот ворота Результативно Гости ответили 29-28 28-я минута матча Данила Катриан Пробивает Дмитрия Маликова 30-28 28-я минута игры Как медленно Время тянется Для хозяев площадки Как быстро оно летит Для гостей Петров Костюченко Вересков Петров Потерял Виталик Петров Ну вот Виталик Независимо от того Что ты играешь в молодежке Такая ошибка тебе Непростительна Хотя конечно Парень очень молод 2006 года рождения Но в этом сезоне В прошлом сезоне В молодежную лигу Была введена Большая группа практически В каждую команду В этом сезоне Более дополнился игроков 2006 года рождения Свисток арбитра Мяч у нас Глушенко Палащенко И Сергей Ворота 31-28 Полторы минуты до конца Ильяс Гасанов Берет тайм-аут Вполне объяснимо Минус 3 Для гостей Но полторы минуты В гонболе Это вполне достаточно Чтобы отыграть Минус 3 Поэтому ни в коем случае Не расслабляться Музыку Подсказали нашему диджею У него американская музыка Кончилась А русской нет И так закончен тайм-аут Ну чуть больше На 7 секунд Больше полутора минут До финального свистка 31-28 Впереди Динамо Орбиотех Или молодежка Дублеры Каустика Но ближайший резерв Нашей главной команды Флагмана Областного гонбола К сожалению в чемпионате России Каустик флагманом пока не является Но все еще впереди Мы вернем утраченные позиции Мы в это верим Ну а что делать Если не верить Совсем что ли Данила Катрян Палащенко Гости пытаются Прессинговать Уже к центру Ну понятно Им надо отобрать У них время просто Тает Как мороженое На 40 градусной жаре Сергей Палащенко Он делает этот Результат Этот гол Завершает атаку Дорогие друзья Ну не хватит При всем желании Питерсам Не хватит минуты Уже меньше Отыграть этот Дефицит в 4 мяча Они сражались здорово Во втором тайме Вчера И в обоих таймах Сегодняшней игры Молодцы Ребята красавцы Но Где-то не повезло Артем Костюченко Забросил мяч Где-то не повезло Где-то Ошибок допустили Больше чем Хозяева Но в любом случае Богдан Кольцов Берет тайм-аут В любом случае Питерская команда Сыграла великолепно Ну за исключением Первого тайма Первой игры Последний тайм-аут В этой игре Ну результат Понятное дело Уже Понятен Ну последнюю атаку Надо довести До заброшенного мяча Я думаю Для этого и Взял Тайм-аут Богдан Кольцов Ну в любом случае Гости Дали очень-очень Хороший бой Сегодня Хозяева Вчера они их Наказали во втором тайме За Расслабленность Ну Скажем так Я поговорил с игроками После игры Я говорю Что случилось Во втором тайме Ну честно сказать Дали слабину Рано поверили В легкую победу Гости за это Их наказали Сегодня они Не просто Вышли поиграть Отдали им Очень-очень Серьезный бой Хороший бой И могли в принципе Забрать эту игру Дамир Мухаммедов Выбежал вместо Глеба Великанова Его валяет Всеволод Павлюченков Еще есть Пару секунд И все И все Матч окончен Победа Победа Динамо Орбиотех Две победы Две игры Мы взяли у Зенита Завоевали Четыре очка Не знаю Как вторую игру Сыграла Астрахань С Пермию Но в любом случае К своей цели Ребята Двигаются Они Идут И Будем болеть Будем надеяться Что все получится Завтра 18.30 Здесь Фоке Молодежным Каустик Будет принимать Пермских Медведей Игра Суперлиги И Четверг Пятница Здесь же В 12.30 Динамо Орбиотех Пермские Медведи Академия Лидер Турнира Молодежного Первенства И это будут игры Ну как говорят футбольные Там игры За 6 очков Ну здесь наверное За 8 очков Будут игры Наш Итак дорогие друзья Ну что мы Трансляцию заканчиваем На этом все Сейчас мы пообщаемся С игроками Ждите все Как обычно Вечером На сайте Официальном сайте Каустика На сегодня Все Встретимся завтра Здесь же Еще раз говорю Приглашаю всех 18.30 Поддержать Каустик В матче С Пермскими Медведями Пермские Медведи Академии У нас Четверг Пятница 12.30 На сегодня Все С вами был Константин Родионов И как всегда Встретимся На гандболе